Для достижения успеха манипуляция должна оставаться незаметной. Успех манипуляции гарантирован, когда манипулируемый верит, что все происходящее естественно и неизбежно. Короче говоря, для манипуляции требуется фальшивая действительность, в которой ее присутствие не будет ощущаться. Эффективнее всего эту фальшивую действительность создают средства массовой информации. Они являются ретрансляторами авторитетных мнений, которые принимаются людьми, а затем воспринимаются ими как свои собственные. Они действуют в обход сознания человека. Вот что об этом пишут сами представители рекламы. Скрытая реклама позволяет воздействовать на ваших потребителей ненавязчиво, но эффективно. Она воспринимается людьми не как реклама, а как обмен информацией по интересующему их вопросу и потому не вызывает отторжения. Методы скрытой рекламы идеально подойдут для продвижения товаров, реклама которых ограничена законом – спиртное, табак, медикаменты и так далее. За скрытую рекламу алкогольной продукции компании платят огромные деньги. Многие сцены в фильмах, сериалах и ток-шоу специально создаются по заказу производителя алкоголя. По приблизительным оценкам, показ или упоминание о продукции в сериале стоит от 100 тысяч долларов США, в реалити-шоу от 150 тысяч, в художественном фильме от 200 тысяч, в книге от 5, а в компьютерной игре от 3 тысяч долларов. Существует множество фильмов и сериалов, наполненных сценами употребления алкоголя. Перед нами предстают герои, ненавязчиво употребляющие спиртное, обсуждающие какое-то событие в своей жизни за рюмкой спиртного. Я прошу обратить внимание на все наши многочисленные сериалы. Совершая подвиги, спасая людей, будучи благородным в своем поведении, защищая Родину, при этом пьют – это циничная, очень подлая схема вовлечения молодого человека в потребление алкоголя. Мы начинаем подражать им, неосознанно перенимая их поведение. Экспериментально доказано, что рекламному бренду достаточно на 2 секунды появиться на экране, чтобы запечатлеться в нашем подсознании. Через кино, сериалы, телешоу организован такой поток образов, что ресурсов психики не хватает, чтобы их критически оценить. В результате они проникают в подсознание. Человек думает, что это нормально, раз так делают все. Если многие пьют, значит можно и ему. Посмотрев сцены сериалов, изобивающих употребление алкоголя, у подростков, юношей и девушек складываются определенные стереотипы относительно норм употребления алкоголя. Употребление алкоголя начинает восприниматься молодыми людьми как некая норма, некий атрибут повседневной социальной жизни.